Всем здравствуйте! Сегодня хочу показать завершающую работу над моим панно пионы. Хочу показать, как я буду дополнять свою картину вот таким маленьким элементом бутон. Этот бутон я лепила на мастер-классе, который я разместила в себя на канале. Если кому-то интересно, можете посмотреть, как он просто и легко делается. И как смотрится он в картинах. Можно посмотреть картину. Я покажу так оригинально. И покажу, чем я буду клеить. Клеить я буду вот таким клеем. Момент столяр, супер ПВА. Чем он мне нравится? Он нравится тем, что он прозрачный. Когда приклеивается какая-то деталь, если где-то вдруг выступит немножко больше, то в любом случае при высыхании его не видно. Единственный недостаток его тем, что он жидкий по сравнению с клеем-пистолетом. И просто деталь нужно дольше держать. А так он очень крепкий, потому что вот сколько я делала панно разные, и розы, и маки, ни одни детали не отваливались. А вот что касательно пистолета, могу сказать, то были такие моменты, что отвалились. И сейчас я продемонстрирую, как я это буду делать. Я уже заранее приготовила, вылила в такой тюбик для себя клей, чтобы небольшим бутлем пользоваться. Наношу клей. И уже заранее я себе присмотрела, где место будет для него, я его приклею. Просто нужно придавить и какое-то время подержать. И в последующем время, когда уже полностью приклеится, я вам покажу уже полную работу окончательную. Ну вот с момента поклейки прошло уже полчаса. Долго я, конечно, держала. Это единственный недостаток этого клея, что его долго держать нужно. Ну вот, пожалуйста, продемонстрирую, ничего не отваливается. Могу посоветовать такой вариант, если вы хотите клеить на этот клей. Возможно, либо когда еще стебелек будет более сырой. Ну просто если этот стебелек будет идти под листик, либо еще куда-то, чтобы, если когда вы будете давить его, чтобы продавленности не было пальчиков следов. Либо тогда на сухой стебелек тоненько-тоненько еще можно приклеить глинку. Но очень тоненько, только лишь бы для сцепки. Потому что если вы будете давить, то оно просто повыступает со всех сторон и будет смотреться неаккуратно. Но если уже такое случится, то тогда возможно взять ножичком и пообрезать с тех сторон, где выступила. Желательно брать глинку такого цвета, либо как стебель, либо как основа будет. Поэтому можете тоже делать такую красоту. С вами радоваться и других радовать. Желаю успехов! Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии. Буду очень признательна вам. Всего хорошего!